Привет, на связи Лина. Я учу понимать и любить биологию, а также готовлю к ЕГЭ. И сегодня мы будем проходить самую сложную тему, не побоюсь этого слова, во всей биологии. Ну, разве что энергический обмен на таком же уровне. Это фотосинтез. Мы его будем проходить последовательно, усложняя, шаг за шагом. Постараемся максимально понятно, максимально простыми словами. Но прям вот весь процесс до самого сложного уровня. То есть мы прям все пройдем, что нужно для ЕГЭ по фотосинтезу. Чтобы информация лучше понималась и запоминалась, пожалуйста, заберите конспект по этой теме в нашем телеграм-канале Биосинтез Сотки. Потом этот конспект обязательно повторите и на него ориентируйтесь. Это будет очень удобно. Где можно найти этот телеграм-канал? Конечно же, вы можете, как всегда, найти его по ссылке под роликом. Или просто ввести в поиск Биосинтез Сотки, он там вам выползет. Ну что, погнали. Итак, с чего же мы начнем? Я сначала покажу вам мем. Он очень классный. И как раз он дал мне вдохновение. Как раз вот так вот последовательно объяснить эту тему. Мне кажется, это будет очень классно и максимально понятно. Мы сначала на самом простом уровне разберем биосинтез, потом усложним ситуацию, да. И под конец самое-самое сложное разберем. То есть у нас будет три круга прохождения фотосинтеза. С каждым кругом будет становиться все сложнее. Ну что, вы готовы? Поехали. Итак, начнем с того, кто у нас вообще фотосинтезирует. Фотосинтезируют растения и цианобактерии. То есть фотосинтезирующие бактерии. Все, только эти ребята. И обычно они зеленые, потому что у них содержится фотосинтезирующий пигмент, который называется хлорофилл. А пигмент это в целом что-то окрашенное. То есть слово для чего-то окрашенного. Так вот, в чем же суть фотосинтеза? Смысл. А в том, чтобы взять энергию света, энергию, и эту энергию зафиксировать в связях в органическом веществе. То есть мы создаем при фотосинтезе органическое вещество. Это обычно глюкоза С6H12O6 формула. И вот именно в связях, вот в этой глюкозе, эта энергия света и будет храниться, пока не используется растением. Или, например, мы скушаем растение и эту энергию себе заберем. В итоге мы понимаем, что вот эти ребята, они фотоавтотрофы. То есть они способны брать энергию света, чтобы самостоятельно синтезировать себе органическое вещество. Знаете, на чистой энергии органическое вещество ты не построишь, не получится. Это же просто энергия, да? Поэтому нам нужно из чего-то создавать это органическое вещество. Из чего? А мы будем синтезировать глюкозу, то есть сахар, прямо из воздуха. То есть нам понадобится углекислый газ СО2 и водичка H2O. И все. Растения действительно создают сахар из воздуха, из углекислого газа и воды. Так, от углекислого газа мы берем углероды. Это, кстати, важно, да? Вот откуда появляется глюкоза из углекислого газа. Ага, кислород мы тоже забираем от углекислого газа. А вот водороды мы забираем от воды. У воды, вот у этой нашей водички, остался кислород. И он вообще не нужен. Мы его просто выгоняем. И он выделяется как атмосферный кислород. То есть объединяется с еще одним О и получается О2. В итоге в чем суть фотосинтеза? Создание органического вещества, используя энергию света из углекислого газа и воды. И при этом выделяется кислород как побочный продукт. Все. Это самый простой, скажем так, круг. Мы его уже закончили. Подытожим. Фотосинтез – это процесс образования органического вещества из углекислого газа при участии воды и света. А вот и все. Чтобы перейти на более сложный уровень, нам нужно понять, что такое фосфорилирование. Почему? И зачем? Потому что энергия света не может просто взять и такая на-на-на, перейти на органическое вещество. Не-не-не. Так не работает. Во всех организмах есть специальная молекула-переносчик энергии. Это АТФ. И вот сейчас мы будем разбираться, как устроено АТФ и как ее фосфорилировать и вообще, что это такое. Это очень важно для понимания. Итак, у нас есть АТФ. Это молекула-переносчик энергии. Из чего она состоит? Она состоит из азотистого основания аденина, сахара, сахара, рибозы и трех остатков фосфорной кислоты. Мы их будем называть П-фосфор. И именно между остатками фосфорной кислоты запасается энергия. То есть вот эти связи, они называются макроэргические, очень насыщенные энергией. И когда мы их создаем, мы как раз-таки накапливаем энергию. А когда мы их разрушаем, отщепляем, то мы тратим энергию. Соответственно, пишем. Это макроэргические связи. Макроэргические. Прекрасно. Так вот, чтобы потратить энергию, мы уже поняли, нужно отсоединить фосфат. Это происходит при гидролизе АТФ, то есть реакция с водой. Мы можем, кстати, даже вторую отсоединить. То есть мы можем несколько отсоединить. Вот так. Пока у нас не закончатся макроэргические связи. Если мы отсоединим один, то у нас уже будет не АТФ, а АДФ. Давайте прочувствуем этот момент. Вот АДФ – это аденозин-3-фосфат, то есть три остатка фосфорной кислоты. А если мы оставим только два, то уже будет АДФ – аденозин-дифосфат. А если мы еще один отсоединим, то у нас уже будет АМФ – аденозин-монофосфат. То есть моноди-3. Все логично по количеству фосфатов. Ага, хорошо. Это мы поняли. Как тратить энергию, мы разобрались. Просто отсоединяем фосфаты. Верно? Хорошо. А как же запасать энергию? Нужно, как вы понимаете, наоборот, присоединять фосфаты. То есть вот присоединили один. Теперь АДФ, да? И вот еще один можем присоединить. Получается АТФ. И вообще обычно у нас участвует в этой всей движухе именно АДФ. То есть, да, АМФ очень редко расщепляется, но, конечно же, тоже может. Поэтому мы будем говорить именно про превращение АДФ в АТФ. Подразумеваю, что оно может быть и превращением из АМФ в АДФ, а потом в АТФ. Да, то есть, просто это гораздо более распространенная ситуация. И вот фосфорилирование – это как бы насыщение фосфатом, да? То есть мы переносим фосфат и фосфорилируем молекулу. И получается как раз запасаем энергию. То есть фосфорилирование – это присоединение фосфата к молекуле АДФ. Образуется макроэргическая связь с насыщенной энергией. Вот мы так, собственно, и забираем энергию. И потом несем ее в место создания органического вещества. То есть в место, где мы будем уже создавать глюкозу. И там уже эту АТФ должны будем расщеплять и эту энергию отдавать. В итоге АТФ – это такая батареечка, да? Заряжаем батареечку, отдаем энергию, заряжаем, отдаем. Отлично. Прекрасно. Теперь едем дальше. Так как мы с вами находимся в фотосинтезе, то фосфорилирование при фотосинтезе называется фото-фосфорилирование. Довольно легко запомнить. Фото – это свет, соответственно, это логично. Ох, переходим на второй круг сложности фотосинтеза. Перед нами хлоропласт. У хлоропласта есть внешняя мембрана, внутренняя мембрана. Вот такие вот зеленые монетки, как раз в которых содержится хлорофилл. Одна монетка называется тилокоид, а совокупность монеток, стопка монеток – это грана. Между ними вот эти мостики – это ламеллы. Очень красивое название. Также есть внутренняя полужидкая субстанция – это строма. Давайте мы ее напишем. Шикарно. Так вот, да, помним, да, смысл в чем? Что мы берем энергию от света и каким-то очень опосредованным образом в итоге должны как бы это превратить в энергию АТФ, да. Поэтому мы тут сразу напишем, что вот здесь, вот на тилокоиде, вот именно тилокоиде участвует вот в этом процессе, из АДФ и фосфата, АДФ плюс фосфат, получается АТФ. То есть вот здесь мы фотофосфорилированием занимаемся, да, АДФ плюс фосфат, получается АТФ. Присоединяем, и энергия вот эта вот от света как бы здесь запасается. Но, повторюсь, очень, очень опосредованно. Потом мы будем разбираться в этом во всем. Хорошо, хорошо. Что еще? Еще мы помним, что мы используем воду. И воду мы тоже используем именно вот здесь. Давайте мы это нарисуем. Итак, вода тоже используется в тилокоидах H2O. В тилокоиде происходит фатолиз воды, то есть расщепление воды до отдельно электронов, протонов водорода и кислорода. И помним, что кислород нам не нужен совсем, поэтому кислород мы можем сразу здесь выгнать. Нам только водороды от воды нужны. Отлично. И эти водороды должен кто-то перетаскивать. Водороды просто так тоже не могут, скажем так, мигрировать. Поэтому у нас есть переносчик водорода, который называется НАДФ. Вот этот НАДФ с плюсиком, потому что он еще на самом деле цепляет электроны. Он превращается в НАДФ-АЖ. То есть он хватает с собой водороды. Давайте мы это напишем. То есть НАДФ превращается в НАДФ-АЖ. Все, мы как бы зацепили водород. Вот тут водорода нет, видите, а тут водород есть. Не путайте с молекулой НАД, которая в энергическом обмене. Тут в конце есть Ф, фотосинтез. Хорошо. И когда мы как бы присоединяем к НАДФ электроны и водороды, протоны водородов, то мы эту молекулу восстанавливаем. Поэтому можно сразу написать, что это восстановление переносчика водорода происходит. Восстановление переносчика водорода. Шикарно. По факту мы уже восхитительны. Мы что сделали? Мы в итоге создали АТФ и прицепили водороду к переносчику водорода. И вот эта фаза, вот эта стадия, на которой все это происходит, называется световая фаза. Почему? Потому что происходит на свету. Вот на телокоидах. То есть все это происходит на телокоидах. Вот здесь. И давайте мы вот обведем оранжевым, потому что световая фаза. Вот так обведем. Оп. И напишем, что это у нас световая фаза фотосинтеза. Световая фаза. Световая фаза. Но мы еще не создали вообще-то глюкозу. Еще дело не доделано. Поэтому переходим в темновую фазу. Она происходит вот здесь, в строме. Поэтому сейчас мы будем разбираться, что же происходит в строме. Углекислый газ приходит в строму, СО2, да, 6 штук. И соединяется в цикле кальвина. То есть в темновой фазе мы что делаем? Мы берем этот углекислый газ, СО2. Я очень грубо буду рисовать. Там, на самом деле, конечно, гораздо сложнее. Но берем 1, 2, 3, 4, 5, 6 СО2. И в цикле соединяем это СО2. Нам нужно получить глюкозу. Помним, водородов не хватает. И, внимание, чтобы что-то к чему-то присоединить, нам обязательно нужна энергия, которую нужно потратить. А мы уже вообще-то создали энергию. Мы создали АТФ. Поэтому тут мы тратим АТФ и забираем водороды у переносчика водорода, чтобы, соответственно, получить глюкозу. И у нас получается получается из вот этого прекрасного процесса глюкоза. Глюкоза. Роскошно. АТФ, помним, мы не прям до нуля тратим. Мы опять превращаем АТФ в АДФ и отдельно фосфат, потому что мы по факту только разрываем эту энергетическую связь и переводим в энергетические связи в глюкозе. И водороды тоже мы не полностью тратим, а просто отсоединяем водород. И он опять становится на ДФ плюс. То есть мы можем еще стрелочки поставить обратно. Что мы обратно до исходного состояния вот эти молекулы переводим. То есть вот здесь у нас из АТФ обратно становятся АДФ и фосфат и соответственно обратно на ДФ плюс. И кстати, когда мы вот так вот обратно на ДФ отбираем у него водороды и электроны, то этот процесс называется окисление. То есть здесь происходит окисление переносчика водорода. фотосинтеза. И мы сейчас тоже обведем эту прекрасную конструкцию и напишем, что это темновая фаза фотосинтеза. Почему она называется темновая? На самом деле потому, что она не зависит от цвета. Она происходит как бы везде, но это не то чтобы удачное название. Правильнее назвать ее конечно все-таки светонезависимой. Она просто не зависит от цвета. Потому что никак не связана вот именно с этой штукой. Поэтому мы ее назовем темновая, ну потому что темновая. Даже синим напишем ночь. Темновая фаза фотосинтеза. Но учитываем, что она просто на самом деле светонезависимая происходит всегда и на свету тоже. Но на самом деле проблема в том, что темновая фаза без световой не может никак работать. Ну темновой фазе нужны же АТФ, энергия от АТФ и водороды от на ДФАЖ. Правильно? Ага. Ну и получается что? Получается все равно фотосинтез идет только на свету. Обман. Обман на обмане просто. Хорошо. Давайте мы все-все-все подытожим. Еще раз напишем, что у нас формула глюкозы. Это С6H12O6. Я вот вместо глюкозы или даже не вместо я могу вот отдельно написать, да, С6H12O6. Это наш конечный смысл создать вот эту. Что мы для этого делаем? Давайте прям по-нову еще раз. Мы берем светом долбим хлорофилл каким-то очень-очень интересным образом. Благодаря этому создаем АТФ, то есть производим фотофосфорилирование. Плюс вода, водичка в световой фазе расщепляется, фатолиз воды называется, происходит, и благодаря вот этим водородам мы восстанавливаем переносчик водорода. Эту АТФ и водороды на переносчике мы переводим в темновую фазу фотосинтеза, где мы уже берем углекислый газ, соединяем его в цикле кальвина. Давайте напишем, как он называется, красиво, чтобы было, да, вот этот вот цикл, это цикл кальвина. Цикл каль вина. И в итоге получаем глюкозу. И в этой глюкозе, давайте еще раз, углероды у нас от углекислого газа, кислороды тоже от углекислого газа, а водороды от воды, которая у нас вот тут, да. Все. А энергию мы взяли от АТФ, а АТФ получилось, потому что был свет. Огонь пройдено. Второй этап, более сложный, мы прошли. А теперь третий уровень сложности фотосинтеза. Полностью на самом сложном уровне разбираем этот процесс. Итак, у нас есть световая фаза, это вот тут, на телокоидах. И темновая фаза в строме, да. Итак, погнали, начинаем. Патон света выбивает электрон из хлорофилла. То есть, все, что делает свет, это просто долбит хлорофилл и выбивает из него электроны. Электрон выходит на энергетически более высокий уровень и начинает как бы идти по мембране телокоида. вот это мембрана телокоида. Хорошо. Тут образовалась, значит, дырка, да? Эта дырка очень хочет заполниться. И чтобы ее заполнить, вода начинает расщепляться. То есть, из-за вот этой заряженной ситуации происходит фотолиз воды, разрушение воды. Вода у нас из чего состоит? Давайте немножко приближу. Она у нас состоит из H. А молекула водорода, она очень простая. Она состоит, давайте нарисуем молекулу водорода, точнее, атом водорода, атом водорода. Всего лишь один протон положительно заряженный, с нейтроном, но мы не будем рисовать, нам протон важен. И вокруг крутится всего лишь один электрон. То есть, грубо говоря, атом водорода состоит из одного плюсика и из одного минусика, из протона и электрона. И вот, соответственно, вот эти протоны водорода мы получили. Это самое важное. Также очень важно, что мы получаем электроны, которые как раз восстанавливают вот эту дыру, электронную дырку в хлорофиле. А то иначе хлорофилл бы очень быстро закончился, не правда ли? Хорошо. Вот эти водороды, они нам очень нужны. Во-первых, они, скажем так, присоединяются очень опосредованно, да, тоже через несколько этапов к переносчику водорода. То есть, у нас на ДФ с плюсиком присоединяет электроны и протоны водорода и получается на ДФ аж. Мы восстановили переносчик водорода. Хорошо. Это все замечательно. Также у нас остаются вот здесь аж плюсики. Аж плюс, аж плюс, аж плюс, аж плюс, аж плюс. И в итоге внутреннее содержимое телокоида, это зеленые монетки, да, то есть мы как бы вот сюда смотрим, а вот здесь мембрана телокоида, да. Так вот, вот тут внутреннее содержимое и здесь накапливается положительный заряд. Тут много плюсиков, много аж плюс протонов водорода. А мембрана при этом заряжена отрицательно, потому что по ней бегут электроны. И именно вот эта напряженная ситуация и позволяет получить энергию АТФ. Потому что протоны водорода не могут выдержать такого напряжения. очень положительно, тут очень отрицательно. Очень хочется разрядить эту ситуацию и выйти из нее. Но единственное место, через которое они могут выйти, это специальный белок, который называется АТФ синтаза. По названию можно догадаться, что она синтезирует АТФ, производит фотофосфорилирование. Ага, то есть вот тут синтезируется АДФ. Помним, у нас АДФ плюс фосфат и получается АТФ, молекула АТФ синтаза. Вот эти водороды, они просто когда через эту АТФ синтазу проходят, они знаете как хомячки по колесику бегут и получается энергия. Или знаете как можно сравнить? АТФ синтаза похожа на двери в торговом центре, а протоны водорода это человечки. И вот протоны водорода когда идут через АТФ синтазу, они как бы эти двери АТФ синтазы раскручивают и поэтому АТФ синтезируется. Представляете? Вот такая классная конструкция. Окей, мы получается создали АТФ в итоге в световой фазе и восстановили переносчик водорода. Для этого мы использовали энергию света и расщепили воду, произвели фатолиз воды. Перемещаем АТФ и на ДФ в светонезависимую фазу, в темновую. А в темновой мы что делаем? Мы берем углекислый газ и связываем этот углекислый газ до глюкозы, используя энергию АТФ и используя водороды, переносчика водорода. То есть в итоге СО2 превратилось в глюкозу. Вот и все. И это называется цикл Кальвина. Связывание, фиксация углекислого газа и превращение в глюкозу. Отлично. Вот и все, ребята. Еще есть подуровень у сложного уровня. Это еще не все. Я вам сейчас еще кое-что крутое покажу. Есть еще один более сложный уровень прохождения фотосинтеза. Мы возьмем световую фазу и посмотрим ее на одном очень-очень классном, скажем так, динамичном рисунке. Так, помним, что вот это мембрана телокоида. Это внутреннее пространство телокоида, а снаружи у нас строма. Итак, знакомьтесь, световая фаза фотосинтеза стильно и динамично. Что у нас здесь есть? Можете следить за красной точечкой. Вот мембрана телокоида. Вот она. Внутри люмен, это внутреннее пространство телокоида, а снаружи строма это собственно наружа это наружу от телокоида. Итак, на мембране есть специальные белки. Это фотосистема 2, просто какой-то белок, он там электрон-транспортную цепь обеспечивает, фотосистема 1 и АТФ синтаза. Почему сначала фотосистема 2, потом фотосистема 1? Просто сначала открыли ее, а потом ее тут нет какого-то смысла, потому что какая-то первая, какая-то вторая, просто две фотосистемы. Хорошо. Ну, поехали. Что здесь происходит? Вот фотон света, видите, такие вспышки, фотон света долбит фотосистемы, выбивает электроны, электроны выбиваются и начинают идти по мембране, и тут как раз-таки электроны через белок проходят, и электрон от второй фотосистемы доходит до первой фотосистемы. А в первой фотосистеме мы тоже электрон выбили, и как бы электроны Второй фотосистемой восстанавливают электронные дырки первой фотосистемы. Вот интересно, вот так вот происходит восстановление. Помним, да, чтобы у нас хлорофилл не заканчивался. Хорошо, и в итоге электрончики вот тут путешествуют, да, они на высоком энергетическом уровне. Хорошо. Но у нас же вот тут дырка электронная осталась, ее никто пока не заполнил, да, вообще-то. Поэтому у нас, видите, здесь водичка приходит. Вот. Ага. Вот эта вся ситуация с отсутствием электрона заставляет воду расщепляться отдельно до протонов водорода, вот они, аж плюсики, да, до электронов, которые восстанавливают дырки фотосистемы 2. А кислород нам не нужен. Видите, вот тут аж 2О приходит, две штучки, вот кислород просто выходит, он нам не нужен. Мы его выгоняем, да, побочный продукт. Прекрасно. Вот эти аж плюсики, они, помним, накапливаются вот здесь, на люмане, и потом будут идти через АТФ синтазу. Еще помним, что нам нужно восстановить переносчик водорода. Как он восстанавливается? Видите, сверху вот здесь на АДФ приходит. На АДФ и протон водорода приходит. Они приходят. Помним, что здесь у нас электрончики на мембране, да, путешествующие. И вот именно эти электроны, они восстанавливают переносчик водорода. Видите, плюсики пропадают, потому что к ним прикрепились минусики, извините, простите, электроны. И, собственно, восстановление происходит. Вот у нас теперь восстановленный вот здесь переносчик водорода на АДФ. Вот и все. В итоге тут у нас электроны заряжают мембрану отрицательно. Тут заряжены положительно. Поэтому протоны водорода стремятся выйти. И они выходят через АТФ синтазу. АТФ синтаза крутится. АТФ мутится. То есть вот АТФ, да, видите, как создается. Приходит АДФ и приходит фосфат. Вот тут. И получается АТФ. Все. В итоге в световой фазе мы что сделали? Восстановили переносчик водорода и синтезировали АТФ. Используя расщепление воды, фатолиз воды и энергию света. Красота? Красота. Хотите, еще раз пройдем? Можно еще раз пройти то же самое? Давайте еще круг для тех, кто не очень хорошо понял. Итак. Свет. Фатоны света. Они падают на фотосистемы, где есть хлорофилл. Из хлорофила выбивается электрон и начинает идти по мембране. Из-за того, что вот здесь образовалась электронная дырка, происходит фатолиз воды. Вот фатолиз воды. Вода расщепляется на электроны, которые заполняют вот эти электронные дырки. На протоны водорода H+, которые вот здесь бегают уже. И кислород, который мы выгоняем, он нам не нужен. Хорошо. Дальше. Помним, что у фотосистемы 1 тоже выбился электрон. Он восстанавливается за счет фотосистемы 2. А электроны, которые вот тут остались, они еще восстанавливают переносчик водорода. Вот тут. Ага. Сверху. Готово. В итоге, здесь на мембране происходит электрон-транспортная цепь. Здесь протоны водорода H+. Возникает, это называется, трансмембранный потенциал. Такая заряженная ситуация. А протоны водорода из-за этого проходят через АТФ-синтазу. АТФ-синтаза крутится, АТФ мутится. Вот и все. Ну, а дальше, соответственно, для нас все очень просто. Мы берем углекислый газ в темновой фазе уже, связываем до глюкозы, используя АТФ и переносчики водорода. То есть, тут в темновой фазе мы уже окисляем переносчик водорода. И в итоге, как бы, переносчик водорода то окисляется, то восстанавливается, вот такой круговорот происходит. И АТФ тоже, да, то отдает фосфат, то присоединяет, и тут тоже такой круговорот. В итоге это все цикл такой. Подытожим отличия световой и темновой фазы фотосинтеза. Световая фаза происходит на телокоидах, темновая фаза – в строме. В световой фазе используются, тратятся АДФ и фосфаты на АДФ плюс и H2O. В итоге мы в световой фазе синтезируем АТФ из АДФ и фосфата и, собственно, на АДФ, восстанавливая на АДФ плюс. И фатолиз воды, да. При этом при фатолизе еще выделяется ненужный побочный газ – кислород. Какие процессы происходят в световой фазе? Выбивается электрон из хлорофила, первое. Второе происходит в фатолиз воды, расщепление воды на свету. И восстанавливаем на АДФ плюс до на АДФ-H. И синтезируем АТФ, то есть производим фотофосфорилирование. Когда происходит световая фаза? Только на свету. От чего зависит световая фаза? Конечно же, от количества света, потому что это первое, что нужно сделать, да выбить электрон фотоном света. От воды, потому что мы тратим воду, фатолиз воды происходит. И от температуры. Но от температуры зависят все метаболитические процессы, все химические реакции. Чем выше температура, тем быстрее идут эти реакции. До какого-то момента, если совсем высокая температура, то просто белки денутурируют, и все. И смерть, да. Уже никто не работает, все просто валяются расщепленные. Темновая фаза, да. Что там используется? Используется СО2, углекислый газ. АТФ используется и превращается опять в АДФ. И используется на АДФ-H, превращаясь опять в на АДФ-плюс. Какие процессы в темновой фазе? Цикл кальвина, где мы связываем СО2 до глюкозы. Используя АТФ на ДФ-H, да. И таким образом мы окисляем на ДФ и производим гидролиз АТФ. Когда это происходит? Всегда. Темновая фаза может происходить всегда, но она зависит от световой, поэтому фотосинц в целом только на свету. И от чего зависит темновая фаза? От концентрации углекислого газа. Потому что мы здесь как раз таки связываем углекислый газ. И тоже от температуры. По той же причине просто метаболизм быстрее идет при более высоких температурах до определенного уровня. Отлично. Ну что, ребята, мы готовы? Мы с вами прошли фотосинтез, представляете? Важно не путать фотосинтез и дыхание. Потому что растения вообще-то могут заниматься и тем, и тем. При фотосинтезе мы что делаем? Мы забираем углекислый газ, связывая его до органического вещества. И выводим ненужный кислород при фотосинтезе воды. Растения при этом вообще-то еще одновременно с фотосинтезом дышат. Дыхание никто не отменял. Растения дышат. То есть параллельно и фотосинтезируют, и дышат. Потому что дыхание, энергический обмен, правильнее сказать, энергический обмен, это получение энергии, расходу, органическое вещество. Когда мы дышим, мы расщепляем, мы и растения, да? Мы расщепляем органическое вещество, тратим при этом кислород и выделяем углекислый газ. В итоге, как вы видите, растения супер самостоятельные ребята. Им вообще никто не нужен. Они и выделяют кислород, и поглощают его, да? И поглощают углекислый газ, и выделяют его. В итоге они вообще могут без всех жить, им будет окей, да? Очень-очень самостоятельные. Вот они создали органическое вещество, а потом в темноте, когда фотосинтеза нет, да? Могут расщепить, чтобы получить себе энергию в энергетическом обмене. Кайф, кайф. Итак, напоследок разберем космическую роль фотосинтеза. Итак, вообще смысл фотосинтеза вот этот, это довольно важная тема, которую тоже очень-очень стоит знать для ЕГЭ. Поэтому по, соответственно, Вернадскому, а Вернадский это у нас король биосферы, по Вернадскому как раз вот нужно знать космическую роль фотосинтеза. Что растения способны, представляете, превращать энергию света в энергию химических связей в органическом веществе. То есть в итоге растения берут энергию из космоса и фиксируют ее, запасают как бы в органическом веществе. Представляете, какие они крутые. Поэтому космическая роль. А вот это вот органическое вещество, которое они создали, потом вообще-то потребляется другими живыми организмами. И так эти, уже другие организмы, получают энергию. В итоге осуществляется поток энергии для обеспечения жизни на всей нашей планете. Потому что энергия конечна, она расходуется и тратится, а растения, когда они как раз от солнышка, от света, правильно сказать, от света, забирают энергию, они как бы поддерживают поток энергии. Во, супер! Это прям важно. Поехали дальше. Растения в процессе фатолиза воды выделяют кислород. Следовательно, благодаря растениям у нас вообще-то появился аэробный этап энергетического обмена. То есть благодаря растениям мы теперь дышим кислородом, а кислородом дышать очень выгодно. При этом синтезируется очень много АТФ, 36 штук вместо двух. Далее, организмы, соответственно, вот этот кислород используют для клеточного дыхания, как мы уже сказали, и поэтому у них больше энергии. Плюс, вообще-то, благодаря накоплению кислорода в атмосфере, появляется озоновый слой, который защищает организмы от воздействия ультрафиолета. То есть благодаря растениям и цианобактериям, не забываем про них, у нас возник озоновый слой, который защищает от ультрафиолета, и благодаря этому в целом жизнь смогла выйти на сушу из воды. Плюс растения, они же употребляют углекислый газ для фотосинтеза, и это предотвращает появление парникового эффекта, и в целом создает баланс газов в атмосфере. Такие дела. В конце немножко практики, чтобы закрепить эту тему. Вот вам может встретиться вот такая картинка. Сейчас на ней как раз повторим фотосинтез. Тут нужно указать номер, где происходит синтез АТФ, но мы с вами крутые, мы с вами всю картинку разберем, потому что мало ли что вам может попасться, да? Итак, цифра 9. Явно это свет, который падает на телокоид. Правильно? Правильно. Хорошо. Вот тут у нас есть цифра 5 в серединке и цифра 6. Тут мы сразу понимаем, что цифра 5 – это световая фаза фотосинтеза, а цифра 6 – это темновая фаза фотосинтеза, светонезависимая, темновая. Хорошо. Для световой фазы мы что поглощаем? Конечно же, водичку, H2O. Там фотолиз воды происходит. А что выделяем, цифра 8? Кислород как раз от воды. Он нам не нужен. Верно? Верно. Так, что мы поглощаем для темновой фазы? Углекислый газ. Мы там его будем связывать до глюкозы. А что в итоге получается? Глюкоза. Глюк напишу. Хорошо. Световая фаза в темновую. Что передает? А, Т, Ф. И на, Д, Ф, H. А что темновая фаза отдает цветовую? А, Д, Ф. Отдельно. Остатки фосфорной кислоты, фосфаты. И на, Д, Ф+. В итоге мы получаем, что здесь у нас как раз происходит фотофосфорилирование, создается АТФ, восстанавливается на АТФ до на ДФАЖ, идет в темновую. В темновой, наоборот, окисляется на ДФАЖ до на ДФ, гидролиз АТФ тоже происходит и идет обратно в световую. Все. Все. Мы восхитительны. В итоге мы здесь, конечно же, можем сразу сказать, где тут происходит синтез АТФ. Номер, где происходит синтез АТФ. Этап фотосинтеза причем. Этап, да? И этап, этот этап, где синтезируется АТФ, это цветовая фаза. А цветовая фаза у нас цифры 5. Поэтому здесь ответ 5. Давайте на основе этой картинки сделаем еще вот такое задание. Эти задания будут в связке. Нам нужны цифры 1, 2, 3, 4. Итак, еще раз. 1 это что было? Вода. 2, СО2. Напишу. Тут вода. H2O, СО2. Циферка 3. Это АТФ на ДФАЖ. АТФ на ДФАЖ. И циферка 4. Где она у нас? 4, 4. Я потеряла 4. А. Глюкоза. Глюкоза. Ну, поехали. Что является источником углерода для растений? Попробуйте делать самостоятельно. Можете ставить на паузу. Это, конечно же, СО2. Углекислый газ. Поэтому 2. Образуется в цикле кальвина. Глюкоза. Макроэргическое соединение. АТФ. Продукт темновой фазы. Глюкоза. Продукт темновой фазы. Источник свободного кислорода. Вода. Расщепляется в результате фотолиза. Вода. Роскошно. Ну и давайте еще одно на закрепление. Последнее. Нужно выбрать световая фаза или темновая. Тоже попробуйте самостоятельно. Так. Фиксация углекислого газа. Происходит в темновой фазе. Возбуждение хлорофила. Из-за фотона света. Световой. Протекает в строме. Темновая. Образуется на ДФ2Н. Тут не смотрите сколько тут водородов. Может быть написано. Хоть на ДФН. Хоть на ДФ2Н. Хоть на ДФН+. Любая. Вот главное, чтобы водороды в конце были. Как угодно. Пишут бедный этот несчастный переносчик водорода. Поэтому. Но мы точно знаем, что образуется в световой фазе. Идет цикл кальвина в темновой фазе. И выделяется молекулярный кислород в световой фазе. 2,1. 2,1. 2,1. Готово. Вы восхитительны. Мы даже попрактиковались. Тему прошли. Напоминаю, заберите конспект в нашем телеграм-канале Биосинтезотки. И подписывайтесь на него. Там дальше тоже будут выходить конспекты и полезные штуки для ЕГЭ. А с вами была Лина Клевер. Надеюсь, эта тема стала вам понятнее. И вы смогли покорить фотосинтез. А если нет, попробуйте его повторить чуть позже. Желательно после того, как поспите. И, возможно, тогда пройдет озарение и все получится. Вы супер большие умнички. Всех обнимаю. Пока-пока.